Опасения украинской элиты позади. Глава Госдепа все-таки прибыл в Киев с официальным визитом. Впервые за время президентства Зеленского. Встреча проходила за закрытыми дверями. На брифинге после привычная риторика. США защищают суверенитет Украины и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и присоединении к Евросоюзу. Зеленский в ответ очертил сладкие бизнес-перспективы для американцев. Пригласил участвовать в добыче нефти и газа Черноморского шельфа. Анонсировал закупку новой партии локомотивов из США. Украинский президент просит Госдеп как можно быстрее прислать в Киев куратора. Ведь место пустует с сентября. Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования ситуации на востоке Украины и в Крыму. Благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из государственного департамента. В Киеве у Майка Помпео насыщенная программа. Утром почтил память националистов, которые погибли на Донбассе. Сразу после посетил Свято-Михайловский монастырь. Теперь это резиденция Епифания, главы ПЦУ, искусственно созданной церковной структуры на Украине. Темы обсуждения парадоксальные. В нашем общении с госсекретарем особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной Церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса. Вряд ли избитые заявления, прозвучавшие в Киеве, это главная цель визита Майка Помпео, подозревают эксперты. Сейчас Украина – это шахматная доска для демократов и республиканцев. В американском Сенате идет судебный процесс по импичменту Дональда Трампа, который начался после публикации стенограммы телефонного разговора с Зеленским. Глава Белого дома требовал от украинского президента начать в Киеве разбирательство в отношении своего потенциального противника на предстоящих выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена. Он прежде курировал дела Киева. Республиканцы готовят ответный удар. Вряд ли за закрытыми дверями обошли внутриукраинские вопросы, говорят эксперты. От Помпео ждали конкретных советов и указаний. На Украине, возможно, смена правительства, поэтому Помпео мог дать определенные консультации и рекомендации. Мы же привыкли слушать наших партнеров о том, как нам строить Украину. Украина – это первая остановка Майка Помпео в его турне по постсоветскому пространству. Уже в субботу госсекретарь прибудет в Белоруссию, потом в Казахстан и в Узбекистан. Екатерина Миронова, Вести.